всем привет вы на канале хамстер трейдер сегодня 21 октября и пятница а пятница у нас обычно пятница сливать не сам имейте это ввиду поэтому аккуратно сегодня с лангами вообще сейчас посмотрим ситуацию чисто по биткоину мне открыт два графика биткоина принципе что сверху 6 снизу 4 часовой таймфрейм везде единственное отличие у нас время а сверху меня отображен ситуация восемнадцатого года а снизу ситуация сегодня и мы видим огромное количество схожих манипуляций вообще схожести движения цены давайте посмотрим вот восемнадцатый год ведь у нас есть рост и локальный отскок до коррекция от всего падения а дальше у нас так же самое образовалась вот буквально июнь июль вот август да тоже у нас был рост цена дошла до семнадцати тысяч там до двадцати пяти дошли а здесь у нас было движение с 5800 грубо говоря до восьми тысяч пятисот долларов дальше пошла коррекция у нас так же самое здесь коррекция дальше опять рост довольно таки заманушный рост да если у нас в этом году то есть в это время сейчас было памп его и такое движение довольно таки заманушно если честно я подумал уже тоже что это вот прям истинное движение так и многие подумали естественно они там начали набирать позы все в панике блин мы пропустили дно наверное bitcoin уйдет и здесь именно был самый-самый такой загон как видим объемы пошли также самая ситуация была и восемнадцатом году вы видите движение вверх коррекция кстати она составила четко по уровню фили почти здесь было 0 618 почти дошли ну и здесь мы дошли четко до 0 618 в общем дальше сброс резкий был в прошлом раз на восемнадцатом году и сейчас четко все похоже дальше нудный боковик здесь также самое нудняцкий боковик несколько недель но практически месяц скоро будет на это все движение не такая же самая ситуация здесь мудрите вверх-вниз вверх-вниз но узкое движение от 6000 долларов до 6800 долларов привод представьте но это так вот нижней до верхней границы по факту там а цена гуляла 500 долларов туда сюда а максимально да ну то есть ужасно так же самое и здесь то есть торговать такие распилы а невозможно честно сказать лучшее решение когда начинается такая ситуация просто не торговать или торговать минимальные объемы соответственно большие стоп лоссы длинные ставить иначе кто торгует интердей интернете здесь вообще ничего нельзя возможно предсказать абсолютно а дальше мы видим нественно что восемнадцатом году у нас образовался памп на четырехчасовом таймфрейме увидите огромная свеча вернее тут фитиль больше всего оставили но тем не менее вы нас был вот этого хая после чего цена опять упала немного консолидация была и дальше уже произошло естественно феноменальное падение примерно 50 процентов 6000 до 3000 bitcoin упал но сейчас мы до сих пор так стоим и этого пампа не было а будет ли такой памп или нет я склоняюсь тому что скорее его уже не будет хотя если честно я ожидал хотя бы выход цены сюда 21 22 тысячи до возможно даже 23 я все-таки думал там типа нисходящий треугольник глобальный будет она судя а потому что сейчас происходит возможно не будет никакого уже пампа то есть вот этот вот памп он здесь образовался видео такого доски виза вниз а вверх естественно тоже да то здесь народ подумал все сейчас пойдем вверх но увидим цену они хотят тащить вверх вернее быков нет силы уже нет надежды и поэтому цена вот так вот стоит уже сейчас на кстати обратите внимание объемы тоже начинают понижаться в общем стоит ожидать ближайшее время выхода из этой консолидации и с большей долей вероятности если она будет вниз как происходило семнадцатом году мы видим тоже да цена так стояла стояла уныло уныло болталась и потом пошло снижение естественно первая фаза снижения как раз подошла к уровню важному примерно вот сюда 5700 до здесь была попытка это удержать но как видите узкая консолидация флаг здесь у нас что-то типа такого медвежьего вымпела как бы такой маленький треугольничек формируется выход вверх немного и потом продолжение слива ну и дальше как видите цена просто падала 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 здесь если открыть индикаторы мы можем увидеть что было огромное количество конвергенции на часе на четырех часах естественно сильном нисходящем движении эти все конвергенции они ложные и не отрабатывают у нас обычные индикаторы хорошо себя показывает на трендовом движении то есть если например а движение в данном случае у нас нисходящая медвежка тогда лучше всего сигналы искать естественно а на снижение если у нас рост быть рынок соответственно лучше на индикатор смотреть только это вот тогда конвергенции уже бычие сигналы поэтому любые сигналы на рост они здесь были ложные на индикаторах их отрабатывать нельзя было кажется ситуация может случиться и сейчас если увидите какое-то движение вниз не нужно здесь пытаться ловить это ланге да хотя бы какие-то маленькие отскоки ловить это все очень опасно потому что цена как видите здесь падала 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 да были такие вот видите падение падения раз резкий отскок но как видите что здесь четырехчасовая свеча и дальше опять все полилось вниз как правило у нас а 34 выбивания стопов и ликвидации лангистов после чего естественно цена нащупывает дно видите здесь было раз два три четыре после чего естественно цена пошла вверх конечно же обычно где-то 3 но в данном случае да можно ожидать 4 выбивания и только потом естественно уже какой-никакой отскок и когда можно уже будет пробовать какие-то ланге это аккуратно такая же ситуация может повториться и сейчас то есть мы можем сейчас болтаться 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 но я считаю ниже 19000 если мы сейчас закрепляемся уходим скорее всего мы перебьем и уже 18000 и к ним естественно 17 600 700 да и здесь можем отрисовывать какой-то тоже вымпел флаг то есть будет какая-то узкая консолидация возможно даже не будет никакого теста даже вверх да и дальше может цена полиция еще ниже возможно вообще это все будет на огромном импульсе на огромных объемов сразу пробития вниз туда уход и дальше только потом консолидация поэтому слон позициями аккуратно если вы на спот набираете тогда пожалуйста да расставляйте лимитники все спокойненько лесенкой да на спот набираемся носа фьючерс на торговле возможно стоит будет отложить даже и сейчас принципе ситуация очень очень плохая и обратите внимание на вот этот вот момент смотрите насколько рынке они схожи ходят в будущем да если смотреть прошлой истории то есть историю биткоина историю цены а цена это принципе психология рынка психология покупателей продавцов мы видим огромные сходства это у нас июль 18 года а это у нас март 22 года вы посмотрите насколько все очень похоже есть рост какой-то локальный да а и дальше формируется вершиной как происходит естественно распределение я считаю это четкое распределение на вершине а крупный игрок естественно распределяет здесь происходит а выносить лишних покупателей тут же заманивают новых возвратом цены дальше идет до распределения и дальше цена уходит естественно вниз такая же самая произошла в двадцать втором году ситуация ну прям копия один в один все схожи поэтому достаточно анализировать графики осмотреть историю как вел себя как вела себя цена на тот или иной актив и можно естественно всякие паттерны использовать в будущем потому что она все очень очень похоже рынке ходят как 10-20-50 лет тому назад так и в принципе сейчас единственное отличие это большая волатильность большее количество участников рынке и так далее но суть рыночных циклов суть зон накопления распределения до работы крупного капитала она остается прежним поэтому пожалуйста изучайте историю смотрите сходство они очень-очень хорошо отрабатывают у нас в будущем теперь давайте перейдем уже на тотал посмотрим что у нас здесь происходит и так по тоталу на следующая ситуация а как видите это нисходящий локальный канал касание 2 сверху 2 снизу туда же касание опять сверху было в принципе мы поэтому можем направиться вниз вот тоталу до смотрим естественно второе дно а тотал естественно второе дно и тогда по биткоину нужно будет наблюдать что там происходит возможно есть можно будет тогда bitcoin ланговать но bitcoin второе дно не будет там скорее всего цена уйдет еще ниже в общем по тоталу ситуация мы видим мы кстати по тоталу уже вот сливаем перебиваем эти минимумы и скорее всего вот весь фитиль который здесь был он тоже перекроется кстати фитиль смотрите здесь он заманушный был почему заманушный потому что хорошем случае вот такой вот фитиль до длинная тень выкуп она должна формироваться на после снижения то есть идет когда тренд снижение до раз формируется такой фитиль откуп и тогда это бычий сценарий но в данном случае мы вроде бы здесь падали 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 тут какой-то рост потом оставляем фитиль на такой непонятные типа потом рост уходим но мне кажется это не та ситуация роща ситуация когда если бы мы например перелог сделали да отлично отрисовали дно и выкуп оказали пошли вверх но в данном случае скорее всего цена пойдет перекрывать этот фитиль и это только добор большего количества лонг позиции до чтобы заменить игроков в ланге как бы чтобы они поверили о сигнал хороший налогом начали набирать ланге и стопы сюда ставить и здесь только у нас может усилиться естественно движение все вниз подводим итоги total за снижение total 2 по альткоином тоже самое вижу больше снижения ну альта вообще хреновая посмотрите альта уже проливается альта вообще ужасно если bitcoin еще пытается здесь да какие-то отскоки рисовать альта сливается и это говорит о том что сигнальчик что рынок скоро может весь палиться дальше а давайте перейдем сейчас на bitcoin 4 часа мы видим у меня кстати здесь такой локальный какой-то нисходящий канал тоже рисуется мы видим здесь раз касания сверху а середина канала второй раз коснулись сверху и мы уходим сейчас ниже она здесь отрисовалась что-то типа а второй вершины даже такой начи неудачный размах называется потому что вторая вершина на довольно таки существенно ниже предыдущего вершина на поэтому называется неудачный размах и цель этого размаха соответственно перелол а вот этих вот всех свечей ну а тут соответственно рукой подать уже до вот этого отлова не тогда цена пойдет выбивать и это все дело конечно же если вдруг каким-то чудом здесь будет сейчас резкий выкуп импульс пробития до перехать девятнадцать семьсот скорее всего тогда мы перебьем 20000 а здесь уже и уровень 24 старе его бы тогда перебить тогда цена естественно да уйдет то есть нам нужен закреп из какой-то тогда есть шанс и тогда еще сходить 2400 даже запросто 21000 в этом случае но пока цена находится здесь они закрепилась а выше хотя быть хотя бы девятнадцать семьсот тогда есть какой-то будет намек на поход выше поэтому пока что здесь нужно рассматривать шарты и цена находится на грани падения дальше мы видим здесь есть вот такой вот середину уровня и мы видим как цена поджимается к этому уровню да здесь что-то такого нисходящего треугольника якобы ложный выход вниз был но все равно все равно ситуация выглядит очень очень плохо ребята цена прям залипает мы видим огромное количество касаний раз-два-три тут пробития 45 и вот мы опять здесь вроде вчера отскочили немного показывали какой-то розы манушный но там никаких объемов особо не было ведь а вот этот рост был он свечи маленькие объема не было а дальше если перейти вообще локально один часик из такая ситуация как бы некоторые показывают якобы лонг например стахастик да но это все такой слабый сигнал плюс мы видим что сам астахастик он в принципе не зашел в зону перепроданности он выше 20 процентов здесь находился а это плохой сигнал нам нужно чтобы стахастик именно нырял ниже 20 процентов тогда будет лонг нормальный а сейчас это все типа фигня плюс мы видим россия он ниже 50 процентов плохая ситуация а четыре часа тоже россия ниже 50 процентов поход вниз открывается и на четырех часах мы видим россия здесь он как бы заходил ниже коль ну просто ниже 20 процентов и якобы отскакивает но по-хорошему нормальный сигнал более не менее разворот когда и россия находится от ниже 15 процентов и ниже тогда а тут что-нибудь можно еще предпринимать на лонг но сейчас мне ситуация не нравится несмотря на то что цена лежит как бы на уровне здесь в общем не лонгова не лонгова это все смотрится просто лучше понаблюдать за ситуацией конечно если сейчас будет вверх пробитие какой-то закреп тогда можно будет локально что-то там лонгануть с возможностью пробития 20 тысяч а 400 до 21 тысяч долларов такой сценарий все-таки он еще имеет место быть ребята может быть вы вынесли ашартистов до сделают вы нас такой тоже еще вариант может быть но я бы не хотел брать отсюда лонг мне он не нравится лучше дождаться от сколько если он будет до закрепа тогда попробовать лонгануть но из текущих я естественно это все пропущу на дневке мне также не нравится эта ситуация что мы на дневке вроде бы прокол сделали типа ретест глобальной трендовой линии которым якобы пробили но россия она не ушла в зону перепроданности у нас мог где он нейтральный до сих пор больше даже за снижение сейчас показывает на дневке ну и так же самые россия она не закрепилась выше 50 процентов это принципе у нас сигнализирует о походе опять вниз в зону перед проданности дальше мы видим на недельке опять мы здесь оставили такой фитиль и здесь недельку показали якобы отскок и дальше можем сейчас это все перекрыть и закрыться довольно таки низко дальше давайте посмотрим ликвидации на бирже binance мы видим что огромное скопление у нас район 16000 естественно 1617 тысяч самый большой объем скопления ликвидаций а но учтите вот это ликвидации но это не означает что человек который зашел в лонда и у него ликвидации здесь примеру на 15000 стоит столб это не означает что они будут ожидаться ликвидации возможно у них а стоят стоп лоссы 17500 17000 да и возможно при походе ниже 17500 естественно здесь куча будет и стоп лоссов и ликвидации мы видим есть поэтому здесь будет громадный объем закрытых лонг позиций и поэтому здесь будет опасная ситуация подбирать лонги пытаясь данном лимитниками то есть это не очень хорошая будет затея пусть это будет ловли ножей а длина сквиза никому неизвестно даже тому крупному капиталу манипулятору никто не знает какая величина может быть сквиза а в случае если цена спустится ниже 17500 спот спот пожалуйста всегда можно аккуратно набирать но фьючерсы крайне аккуратно да у нас есть какие-то ликвидации здесь 19500 до 19700 этим маленьким локальным хаем но это небольшой объем более ними тут даже вот смотрите 22000 в принципе здесь маленькие ликвидации они ни о чем более не менее 24000 и оттуда сейчас цену тянуть на 24000 я не знаю кто это будет и зачем и ради чего потому что цена идет вверх а ликвидации мы не видим ликвидации просто мизерные на самом минимальном уровне сейчас поэтому просто тащить цену вверх нет смысла люди уже мало верят в поход вверх конечно же в таких случаях бывает рынок разворачивается я думаю не в данном случае дальше если мы посмотрим он шок коэффициент на бирже минус а здесь мы видим аланге 74 почти 75 процентов то есть лон коэффициент у нас высокие принципе лонги продолжают набираться в этом случае рынок обычно не разворачивается максимум что может быть какие-то ложные выбивания сквизы и не более того но истинно эти вверх сейчас а с таким лон шок коэффициентом я не думаю итак теперь давайте посмотрим уровне поддержки сильные где у нас можно пробовать до если мы говорим за спотовую торговлю нет и так дно 17 600 17 700 по разным биржам плюс-минус а ситуация следующего у меня сильные 16 500 почему 16 500 потому что у нас здесь была такая вот типа продороговка мы видим где сформировался уровень здесь было сопротивление пробили он выступал в роли поддержки поэтому 16500 в принципе здесь какая-то реакция должна быть хотя бы какой-то мелкий отскок я считаю он возможен но отскок он может быть 17 сюда опять 600 и все поход вниз в принципе тут запас 1000 долларов есть в общем посмотрим если будет движение вниз возможно здесь что-то спекулятивно можно будет но уже по ходу дела следующий хороший уровень у нас тут все уже конечно же следующий уровень уходит туда ниже 14000 долларов такое себе дело давайте посмотрим на недельки на недельки у нас а на недельки тоже принципе такая ситуация не очень радужная потому что здесь особо по торговок вот ниже на 16500 дальше в принципе особо ничего не было у нас конечно же у нас здесь есть по торговка но она слабая а если переключиться вообще на месячные свечи мы видим что она месяца если мы сейчас пробиваем 17600 17700 да у нас здесь просто дыра у нас здесь следующий уровень это ниже 14000 долларов это умеете это виду цена может запросто сюда уйти а скорее всего даже ниже и максимальное или экстремальное значение я считаю 10500 10 11 тысяч долларов конечно же я считаю там будет очень очень хорошие уже уровни для набора биткоина в принципе практически оленда ну естественно там по ходу ситуации нужно будет смотреть если цена туда спустится но тем не менее это самая самая крутая . дадут ли туда упасть никто естественно не знает возможно будет сквиз мы тут 14000 потрогаем плюс-минус где-то здесь консолидироваться будем возможно понемногу будет падение да возможно будем нудно вот так вот падать падать еще тут месяц до из какого-либо отскока такая ситуация тоже возможно кто-то думает ожидает что будет сейчас прокол сбор ликвидности и резкий выкуп я почему-то меньше склоняюсь такому сценарию потому что это не вне в интересах крупного капитала им задача опустить цену и там удержать то есть на им задача будет чтобы цену опустить вниз закрыть вот этот уровень и не подниматься ближайшие пару месяцев выше естественно этого уровня в этом случае будет паника в этом случае а майнеры многие они потерпят неудачу крах придется им закрыть бизнес распродаться а это нужно именно крупным и майнерам чтобы избавиться от лишней конкуренции естественно крупного капитала чтобы многие хомяки кто не выдерживает этого падения ну как мы все до чтобы забрать ликвидностью максимально здесь лоболь естественно забрать эти монеты потому что многих есть кредиты какие-то обязательства финансовые естественно они будут вынуждены почты или нет того но придется какую-то часть многим продавать монеты даже в убыток если он видос понравился ставьте лайкос пишите в комментариях свое мнение что вы ожидаете вообще падение докуда вы ожидаете падения очень интересно услышать ваше мнение да так как мнение на рынке сейчас очень-очень сильно разнятся кто-то ожидает час все поход вверх а кто-то ожидает там 10 кто так думает вообще цена упадет 8000 долларов и ниже но время в общем покажет но с экономической точки зрения естественно в мире происходит полный коллапс и середина двадцать третьего года где-то будет там дно консолидация то есть будет нудные времена вода в будет какие-то возможно отскоки возможно даже будет какой-то мини bull run даже возможно а цена каким-то чудом уйдет сюда 525 тысяч или даже выше после какого-то снижения такой сценарий тоже возможен но тем не менее более радужные дни настанут по биткоину примерно начало 24 до или там конец 23 начало 24 года я считаю где-то именно там уже будет светлое будущее у криптовалютного рынка какой-то уже истинный буран и так далее в общем это все на сегодня друзья если видос понравился поставьте лайкос поддержите пишите комментарии ваше мнение вам всем желаю удачи хорошего дня и не ликвидируйтесь